всем привет меня зовут андрей кавленко кто еще не знает ну я для новых подписчиков обращаюсь в общем сейчас я хочу просто сделать влог в котором мы поговорим с вами точнее в котором я с вами поговорю в общем ребят хочу рассказать вам как я вчера буквально умирал реально я думал я сдохну просто за один день я заболел у меня температура у меня вообще его просто целый день знаете типа когда температура нет но ты понимаешь что нездоровая собой происходит тебя ломит всего морозит а температура нет реально я 36 6 было бля 37 ой 36 и 7 потом только под вечер когда мне уже конкретно было когда мне ебальник просто нахуй него можно было яйца жарить я уже померил температуру и было 37 и 5 37 5 да вот это самая хуёвая температура вот и что вы думаете помимо того что мне было просто хуёво я просто чувствую что у меня начинает болеть живот просто конкретно начинает болеть живот и я просто бегу в туалет я думаю сейчас только как блять прорвет нахуй моё очко сука прямо пиздец нет просто блять заболел живот и это повторялось раз наверное шесть-семь повторялось я бегал в туалет уже думал сейчас обосруся нахуй хотя не нихуя ну ничего не было блять просто знаете так крутила живот сильно закрутила и потом типа болит 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 где-то минутки две и отпускает резко типа я же звук только в животе знаете как будто что взорвалось но короче блять это такой трешняк пизда сейчас я короче иду интернет пополнять вот я постоянно хожу раздетый меня спрашивать андрей блять кого хуя ты раздетая застегнись а я говорю ну не красиво я всегда должен быть красив вот когда застегнутый она кончена просто вот вот короче я застегнулся видите как кончено и потому что холодно вообще погода не радует вот это было вчера сегодня я отлежусь дома короче а завтра мне на работу и по моему я никогда не выздоровлю еще короче мама купила ингалятор но давно еще и мы его не не использовали тут я решил попробовать если честно какое-то полное но я даже не чувствую чем я дышу шо это вообще происходит там короче херня полная вот она не знаю помогает не помогает вообще не знаю и вот так а и и Всем привет, меня зовут Андрей Коваленко и короче... В общем, такие вот дела, ребят. Вы понимаете, как вам? Вы, наверное, плохо видите. Боже, меня мама убьет, скажет, ты че как долбоеб, нахуй? В общем, ходил я во фризер, ребят, я не пожалел деньги, я заработал, честно, честно, долго работал. Ну, я не 300 гривен заработал, я заработал намного больше, но заработал, я мог потратить 300 гривен на стрижку во фризере и раскошелиться на себя. В общем, я нихуя не пожалел, хочу сказать, вообще, самая, наверное, охуенная парикмахерская вообще, наверное, в мире. Вот это просто охуенно, реально. В общем, все сделали по высшему классу. Все сделали по высшему классу, помыли голову, короче, все там завернули. В общем, мне ничего не колется, блядь. Это просто реально. А теперь я понимаю, за что можно отдать 300 гривен. Вот это уровень, конечно, вот это я понимаю. А сейчас я хотел бы найти Еву, потому что мне надо купить еще пудру специальную, типа, для волос. И потому что у меня волосы очень мягкие, и пудра нужна для того, чтобы волосы становились жестче, как пластилиновые. Вот, все, а сейчас на маршрутку. В общем, я пришел в Еву, и надо найти эту тему. А я вообще не шарю где искать, и что-то где вообще. Короче, я пиздец, блядь. Нету в Еве то, чего мне надо, и... Ебать, если чуть яйца не оторвал, только что, ребята. Я тупо не вижу, иду с камерой, не вижу между собой, между ног, короче, палку. И я просто... Мне повезло, я прошел ее. Капец. Короче, в Еве нет этой присыпки, блядь. Я теперь не знаю, где искать мне Еву тут. Сейчас иду за сумкой. Хочу купить себе сумку, короче. Вот. А где Еву искать? Потому что без этой хуйни я не выживу, блядь. Мне она нужна конкретно. Ну, типа, у меня очень-очень мягкий волос. А эта хуйня, она, короче, делает волосы такими, знаете, как пластилиновые. Можно лепить с них все, что заводно, блядь. Короче, я даже, блядь, не шарю, где у нас есть Ева еще на районе. Я знаю только вот. Вот этой Евы где нету, нахуй, нихуя. Никогда. И Ева, блядь, в центре. И возле ЖД, и все. И что теперь делать? Сейчас буду маме вызванивать, спрашивать. Не знаю. Да, в копейки. Да, абсолютно. Продается. Прикольно, да? Нет. Чего нет? Ну, просто беспорядок плохой на голове. Оно просто красиво лежит, надо уложить его плохо. Ну, зачем ты берешь пример, непонятно с кого? Я и сумку купил. Да, я все-таки подумал, а когда я, как не сейчас, когда еще будет такой шанс? Правильно? Правильно, мам? Правильно? Что тебе надо научиться танцевать вот так? Да я умею. Что такое, это, как, крест тебе надо, этот, пинжак? В общем, вот такая вот реакция у мамы, ребят. Все, я, короче, кушать, переодеваться и все. Всем доброе утро, ребят. В общем, вчера у меня так ничего не получалось нормально заснять, поговорить, потому что то кто-то мне мешал, то, типа, знаете, там... Ну, все-таки бывает, когда один иду, и куча народу, и... Как-то снимать это не стрёмно, а стыдно, блять, не знаю. Короче, вот, ребят, такую я сумочку купил. Вот. И, короче, сейчас пиздую на учебу. И все.